Искусственный интеллект. Казалось бы, совсем недавно мы только узнали об этом удивительном открытии нашего столетия, а сейчас уже не можем представить многие сферы нашей деятельности без его использования. Согласно опросу в ЦИОМ, доверие россиян к искусственному интеллекту растет, однако для многих он все еще остается большой загадкой. Сегодня мы решили узнать у севастопольцев, пользуются ли они искусственным интеллектом и доверяют ли ему. Я пользуюсь, мне помогает отчасти где-то сформулировать какую-то мысль или потратить благодаря нейросети меньше времени на поиск какой-то информации. Да, там какую-то статью для той же учебы, и сочинения написать, если нет времени, чтобы долго не думать, это иногда прям палочка-вручалочка. В плане творчества очень классно брать какие-то идеи туда, потому что скомпоновать множество разных рисунков в один и взять просто за общий концерт какую-то нейросеть довольно удобно. Использую, поступила в университет, и там очень помогает, потому что в университете нужна уникальность каких-то статей, вот чат GPT очень помогает. С нанотехнологиями, с нейросетями я не сталкивалась непосредственно, но, честно говоря, опасная вещь, достаточно искусственный интеллект, потому что при таком прогрессе в скором будущем искусственный интеллект от человека знаменит. Ну, вы же знаете, что компьютеры прекрасно обыгрывают людей в шахматы. Это играет непосредственно программа. Представьте, что будет, если искусственный интеллект начнет просчитывать человеческие чувства. Я нет, я не буду доверять. Лучше, ну, я не знаю, да, потому что как-то лучше вот пришла, чтобы все видела, все, ну, как раньше все было. Можно сделать половину работы нейросетью, но очень много косяков придется исправить уже искусственно своими руками, потому что ты больше понимаешь. Сейчас технологии применяются в разных сферах и в образовании, и в медицине. Как относитесь вот к внедрению нейросетей именно в эти сферы жизни? Конечно, положительно, но прогресс не стоит на месте. Но представьте, насколько быстры будут знания, все объемные, именно для студентов, для преподавателей, если будут использовать нанотехнологии. Ну, а если какие-то открытия в медицине, то есть помогают, какие-то новые способы лечения? Сначала все узнать, что это точно все правда, а то сейчас, сами знаете, и мошенников, кого только нет, поэтому как-то надо узнавать, чтобы это все было настоящее. До школы я против, в медицине почему бы и нет, если это будет помогать жизни, спасать людям, это прекрасно. Насколько можно доверять искусственному интеллекту сейчас? Ну, в пределах разумного, я думаю, что полностью доверять не стоит, потому что, чтобы не было замены своего мышления, человеческого мозга. Иначе, я думаю, что если прям школьники, например, полностью будут делать домашнее задание там, то немножечко будет деградация, мне кажется. Продолжение следует...